Расширение Курского плацдарма. Для наших сил это лучшая ситуация. И новый рекорд по количеству взятых в плен россиян. Как Курская операция изменила военную и политическую реальность? Мы можем здесь ставить ультиматум. И чего ждать дальше? Задача дойти до Москвы. Внезапность для села внезапная. После Дарьина, Гуева, Гончаровка, Зоолешия, Плехова. А еще мягкая украинизация. Десятки населенных пунктов российской Курщины от хуторов до райцентров освобождены силами обороны Украины. И это менее чем за две недели операции. Она выглядит успешно. Она выглядит такой, что возможно она даже успешнее, чем планировалось. В принципе, конечно, сам факт этой операции это уже огромный успех. Остановится ли на этом украинская армия? Витаю россиян с наступающими украинцами! Как к эвакуированным россиянам приходит прозрение? А то он грамотный, то и то Путин просто, господи, балакать по телевизору. И куда подевались знаменитые кадыровские тикток-войска? Ассаламу алейкум. Действительно, ребята, наделали. Вот так увеличивалась площадь освобожденных от путинской власти территорий. Сейчас площадь под контролем наших сил обороны более тысячи квадратных километров. И ситуация меняется с каждым часом. Именно отсутствие реальной информации, где находятся украинские войска, это наибольшее преимущество текущего момента. Для наших сил это лучшая ситуация. Аналитики узнают о потерях врага благодаря верифицированным видео. Вот поэтому понятно, что россияне потеряли батальонный пункт управления группировки Курск. Шайгу, Герасимов! Где боеприпасы? А на этих кадрах наши ребята трофея танки Т-80, которые россияне прятали в лесопосадках. Запускается? Давай, направо, сразу направо. Флаг Украины! Флаг Украины! Флаг Украины! Точечные удары наших сил обороны настолько непредсказуемы и быстры, что россияне эвакуируют район за районом. И не только в Курской области. Введение в Белгородскую область режима ЧС федерального значения. Власти региона уже объявили эвакуацию Краснояружского района. Принято решение вывозить жителей Беловского района. В конечном итоге, я так думаю, что, наверное, задача дойти до Москвы. Российские власти заявляют о более чем 100 тысячах эвакуированных из приграничных районов. Но многие остаются. Их просто бросили на произвол судьбы, рассказывают местные. Ну, что брехать? Что брехать? Вот где они есть, наши тьи? Бросили. Правоохранители и местные власти сбежали первыми, говорят жители Курщины. А без Батага и хозяина россияне занялись любимым делом – грабить своих же. Что это вы, Тащики, Татьяна Николаевна? Родерите или что? А что делать? Прошли. Вы же не так многое больше делать. И это в тот момент, когда российская пропаганда рыскала в поисках свидетельств, что украинские военные будут вести себя так же, как оккупанты в Киевской области. Искала и не находила. Украина не Россия. Важно, что Украина воюет по правилам. И гуманитарные нужды, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены. Для оказания гуманитарной помощи населению на территории Курщины принято решение создать первую украинскую военную комендатуру. Нам необходимо обеспечить законность и правопорядок и проводить фильтрационные мероприятия и меры безопасности для того, чтобы избежать каких-то неожиданных атак, диверсионных групп, провокаций, минирования путей и т.д. Но почему рядовые россияне вообще не реагируют на появление украинских войск? Где митинги, сопротивление, терраборона? Как это было во многих наших городах, куда пришел оккупант. Они ничего не делают сами. То есть они будут убегать. Они будут, кстати, подчиняться, если придет Украина и скажет «Так, вот теперь здесь сейчас такой будет порядок». Они скажут «Ладно». Именно так поступают и те, кого поставили охранять государственную границу. Срочники и кадыровцы. Они массово сдаются в плен. Группировка Курск была примерно до 10 тысяч в Курской области. Сейчас неполные две недели. Почти две с половиной тысячи пленных. Преимущественно это срочники. Это одна четвертая. 25 процентов. Большинство пленных именно срочники. Те самые, которым Путин обещал, что они не будут участвовать в военных действиях. Он не хочет умирать за Льгов или Курск, Суджу. Он хочет жить, поэтому не сдаются в большом количестве в плен. Министр юстиции гарантирует им размещение. Ничего страшного здесь нет. Так что welcome to Ukraine. 102 российских вояка. Самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. И это уже не срочники. Русский военный! Выходи! Будешь жить! Пленные бойцы гвардейского мотострелкового полка и кадыровского подразделения «Ахмат». Спецназовцы СБУ захватили их за бетонированный опорный пункт. Откуда сам? В Розного. В Розного. Все нормально. Там пацаны тоже за Розного. Когда счет российских пленных пошел на тысячи, Кремль, который ранее заявлял о невозможности переговоров, первым попросил обмена. И это удивительно. Количество для Путина или Кремля вообще никакого значения не имеет. Ну, во всяком случае, ну, я не знаю, там до миллиона людей, для них это вообще пыль. Во-первых, сейчас Кремль максимально скрывает от своих граждан, что происходит на Курщине. Так что слезы тысяч матерей-срочников ему не нужны. А что будет? На Красной площади через 2-3-4 недели будет, ну, скажем так, большое количество мамок, которые будут там нынче. Во-вторых, в нево от украинских сил обороны могла попасть жирная рыба. Кто-то попался настолько важный, и они решили немедленно менять. Такое бывает, когда кто-то попадает, там какой-то полковник ФСБ, его пытаются все же освободить. В-третьих, в плен могли попасть даже какие-нибудь родственники Рамзана Кадырова. Хотя представители тик-ток-группировки Ахмат утверждают, что кадыровцы дерутся до конца. Ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются, как львы. Кадыровцы и правда не сдаются. Они сразу убегают с позиций, рассказывает российский пленный срочник. Кадыров сказал, чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Чтобы не опозориться на всю Россию, Кадыров мог пасть в ноги Путину, чтобы его бойцов срочно обменяли. А это уже шанс за каждого из них вернуть несколько наших. За кадыровцев можно выменять кого угодно. Чем больше кадыровцев мы наловим, тем больше вероятность того, что большее количество наших ребят, защитников Азовстали, вернутся домой. Теперь не только мы делаем все, чтобы вернуть защитников Азовстали. Теперь об этом Путина умоляют сами россияне. Теперь вопросом возможного массового обмена в Украине будет заниматься специально созданный общественный совет. Первое. Возвращать всех тяжело раненых и тяжело больных. Второе. Всех женщин. Третье. Всех, кто находится в плену уже долгий срок. Вопросы возвращения всех, кто был на Азовстали, мы уделяем особое внимание. Поток пленных только растет. Между тем Путин делает вид, что ничего особенного не произошло. Пока выглядит так, что они в пожарном порядке пытаются остановить любым способом продвижения наших войск. Но чтобы остановить наши войска, сначала до них нужно добраться. А силы обороны для операции на Курщине выбрали район, где наши фланги прикрывает река Сейм. Уничтожение трех мостов через Сейм перекроет логистику россиян на этом участке. Если мы уничтожаем там три моста, очень вероятно, что вооруженным силам России или другим российским силам нужно будет форсировать речку. А это серьезное водное препятствие. Три моста расположены в населенных пунктах Глушкова, званая и Корыш. В начале недели украинцы уже пристрелялись по Глушковскому. Мост пытаются уничтожить. Возможно, это Хаймерс. А вот так по нему отработала наша авиация. В воскресенье и уничтожен еще один мост. Понедельник третий. Теперь 700 квадратных километров Глушковского района Курщины полностью блокированы по земле. А все российские военные южнее реки в котле. Поэтому контроль речки Сейм может быть одной из целей операции. По реке Сейм, если посмотреть на карту, именно по ней было бы целесообразно как раз и сформировать фланговый район или фланговую линию, по которой может пройти регион контроля украинских сил. Так что наши силы обороны не то, что не сворачивают курскую операцию, а развивают ее успех. Ведь чем большую территорию РФ и мы будем контролировать, и чем больше возьмем в плен российских боевиков, тем скорее освободим наши земли и наших людей. Редактор субтитров А.Семкин